Рубиновая свадьба золотая, бриллиантовая. Есть пары, которые прожили вместе 40, 50 и даже 60 лет. И при этом сохранили любовь. Сегодня, когда в мире отмечают День всех влюбленных, мы отправились к семье, которая в этом году отмечает 50 лет совместной жизни. Сегодня они влюблены ничуть не меньше, чем полувека назад. Ты будешь рассказывать или я? Золотую свадьбу Валентина и Алексей будут отмечать в сентябре. Познакомили их друзья. Мы пошли на танцы в дом офицеров. А мне вечером надо было идти на работу. И вот представляете, после 9 часов она там остается, я еду на работу. И потом она меня ждет, и мы встречаемся. И вот как встретились, так вот всю жизнь и прожили. Так надо было случиться, потому что я никогда на танцы не ходила. И чтобы в дом офицеров остаться одной там и ждать. Но вот что-то сразу нас начало соединять. Валентина и Алексей признаются, искра между ними промелькнула сразу. Она и сейчас неплохо выглядит, да. А раньше волосы черные, длинные, косые, такое смуглое лицо. Правильные черты лица мне очень понравились. И второе то, что по голосу, по тембру голоса прослеживался характер человека, доброжелательность, отзывчивость. Вскоре сыграли свадьбу. Мы где-то год встречались. Встречались три месяца. За 50 лет они практически не разлучались. Разве что в начале, когда Алексей поступил в аспирантуру в Москве. Я занимался подводным плаванием. Мастер спорта СССР по подводному плаванию. Он ученый, доктор биомеханики. Она всю жизнь проработала в детском саду. Каждый вечер мы делимся, как прошел день. И самое интересное, намечаем, что мы будем делать завтра. И особенно, что делать будем в субботу, воскресенье. Валентина и Алексей говорят, секрет хорошей семьи – любовь, отношения и умение уступать. Мы по-крупному даже не ссорились никогда. Почему? Потому что нужно было слушать ее сторону и нужно было уступать. С его стороны. С моей стороны. И наоборот. Этот год для семьи богат на юбилеи. Валентине исполнится 70, Алексею – 80. Отмечать будут с детьми, внуками и друзьями. А золотую свадьбу Валентина мечтает встретить вдвоем в каком-нибудь живописном уголке мира. Без друзей не обойтись. А лично для нас двоих, так как я считаю, что это именно наш праздник.